Привет, мальчики и девочки! Так как электронные схемы на моем канале слишком просты для понимания, то многие считают, что этот канал предназначен исключительно для ясельной группы детского сада в электронике. Ну что, пацаны и девчонки, дадим знатокам попеченки? Давайте, буду так с вами и обращаться. Раз мы ясельная группа, то все будет просто. Сегодня расскажу, как измерить толщину покрытия, скажем, автомобиля или кастрюли, толщину краски с помощью... А вот с чьей помощью, давайте немножечко порассуждаем. Конечно, полно схем, где с помощью трансформатора разобранного, намотав на него катушечку, подключают его к окрашенной поверхности и измеряют толщину лакокрасочного покрытия. А как это происходит? Как с помощью трансформатора меряется толщина лакокрасочного покрытия? Ну, во-первых, для того, чтобы этот агрегат работал, ему, конечно, понадобятся генератор, прибор, трансформатор, батареи. Ну, а принцип действия довольно-таки прост. Если трансформатор работает, то есть какой-то генератор подает на него переменное напряжение, то индукция в этом трансформаторе будет зависеть напрямую от зазора между сердечником трансформатора и металлической пластиной, которая от него на некотором расстоянии. Почему на некотором расстоянии? Да потому что здесь на пластине нанесено лакокрасочное покрытие. То есть краска и толщину этой краски мы можем измерить, если подавая электричество с батарейки на генератор, с генератора продавая переменный ток на трансформатор, будем измерять либо индуктивность трансформатора, либо еще какую-нибудь выходную характеристику с помощью осциллоскопа, осциллографа или еще какого-нибудь прибора. Но, ребята, вы же не на том канале, мы же ясельная группа. Для нас это все слишком сложно. Делать генераторы, разгонять трансформаторы, подсоединять батарейки. Но их, как говорится, далеко и подальше, да и схемы эти такие неинтересные. А вот прибор оставлю. Почему оставлю прибор? А вот тут дело в том, что для чего измеряют толщину краски. Толщину краски, скажем, на той же кастрюле или на том же автомобиле измеряют, чтобы узнать, а не попадала ли эта кастрюля или ведро в аварию. Дело в том, что если кастрюля попала в аварию, у нее будет вмятина. А чтобы продать такую кастрюлю с вмятиной, это уже нехорошо, она дешево стоит. Поэтому вмятину тщательно заделывают шпаклевкой, а сверху красят. И кастрюлечка у нас снова будет ровненькая и хорошо ее можно продать. И вот, чтобы не нарваться на такого очень талантливого продавца, который хорошо зашпаклевал всякие вмятины, используют специальные приборы для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Вот только кривизна поверхности кастрюли либо автомобиля не всегда позволяет вот такой вот трансформатор с шеобразным сердечником нормально и ровно присоединить. Ну, кривизна тут, кривизна. Поэтому измеряют такие штуки достаточно не точно. То есть, вот если мы кастрюлю наклонили, вот у нас уже все вот в кривизну как-то вот оно. Ну, не может померить он с внутренней стороны. Почему? Да по кочану, потому что тут кочан варился. В общем, надо как-то помочь нашим кочегарам, и мы помогем. Давайте, ребята нашего детского электронного сада, поможем нашим кочегарам разобраться в столь сложной теме и измерять толщину лакокрасочного покрытия гораздо проще, чем то, как они придумали. Убрав все генераторы и батарейки в сторону, я решил заняться электронной электроникой. Электронная электроника штука сложная, ведь там всякие схемы, всякие транзисторы, катушки и резисторы, да и диоды неправильно стоят. И что же мы будем делать? Знаете, вот будь я немножко другим, я бы, наверное, свой канал назвал бы «Электронный балда». А что? Развиваюсь неведомо куда, и благодаря Александру Сергеевичу Пушкину я впитываю его стихотворение и с удовольствием. Правда, вот то, которое я процитирую, наверное, все-таки запрещенное. Помните байку Пушкинскую о попе и работнике его балде? Это примерно как про меня, потому что, ох, кто так на балду не ругался? Правда, поп немножко с щелчком остался. Ну и помянуя Пушкина, раз уж мы так заговорили, то хотел бы я обратиться к некоторым персонажам этого чудесного стихотворения, немножко его переиначив в свою сторону. Про вот эти трансформаторы и дроссельки. Но куда же ты, маленький бес? Но зачем ты в электронику полез? Даже датчик с мышки сделать ты не смог. Я же пальцем сделал тем, что между ног. Ой, блин, что-то оговорился, ну извините. Ладно, пока мой зритель угорает, Дима залипуху делать начинает. Да, именно залипуху. Потому что потребуется гибкий скотч, потребуется фольга. Ну, все как в самых дурацких и идиотских самоделках. Берем кусочек фольги, отматываем немножко скотча, нарепляем фольгу на скотч. Ну и не забываем про проволочку, потому что контакты нужны. И что, с помощью всей вот этой фигни мы сможем измерить толщину лакокрасочного покрытия автомобиля, либо кастрюли? Что-то не верится, правда? Конечно, не верится. А как же оно может вериться вот в такую билиберду? А вот в чем будет прикол. Давайте посмотрим. Дело в том, что фольга на скотче образует некоторую емкость. А емкость это конденсатор. А в конденсаторе, как правило, две обкладки. А две обкладки... Ну, на моем канале вы знаете, что две обкладки конденсатор для меня как-то никакой, неинтересный. А вот три обкладки, это будет здорово. Но прежде чем появится здесь волшебная третья обкладка, хотел бы я вам напомнить про одну такую великую вещь. Вот смотрите, когда мы сократили всю конструкцию этого вот сооружения, которое было на генераторах, трансформаторах и батарейках, еще осциллограф надо было в карман положить, я оставил намышленно, намышленно и умышленно вот этот вот приборчик лежать здесь на столе. Что за приборчик? Да, обыкновенный китайский тестер. Такой вот, почти обыкновенный, потому что, ну, мультитул, почти мультитул. Плохой. И я рассуждал так, рассуждал, да, вот я немножечко оговорился. Что если для того, чтобы сделать молоток, мне нужен молоток, то нахрена мне этот молоток? К чему это я? Да, короче, вот этим тестером и вот этим вот скотче-фольговым приспособлением можно измерять толщину лакокрасочного покрытия. Как? Да вот так. Не будем тянуть котов за уши и за хвост. Вот смотрите, взяв немного фольги, скотча и проволоки, я прилепил две пластинки к вот такой вот поролоновой пенопластке. Ну, не знаю, что это такое, оно мягким быть должно, чтобы сохранять свою гибкость. И это получился конденсатор, правда, пластины его разнесены. А где же третья? Потерпите немножко, мои уважаемые, сейчас увидите вы третью пластину и, может быть, даже охнете, а может быть, даже ахнете. Давайте-ка посмотрим, что произойдет, если мы подключим тестер. Ох, как кастрюля-то звякнула, звукнула. А, да, там у меня еще кое-что заготовлено. Возьмем тестер, включим его в режим измерения емкостей и попробуем измерить ту самую емкость, которая у нас вот тут-а, или вот там-а, или вот здесь-а получилась. Я вот, ну, тут вот крупным планом показываю, тут с этой стороны скотч, две обкладки конденсатора, которые параллельны друг другу, но разнесены в пространстве и времени, и два контакта, проволочки. Проволочки просто подсунуты, приклеены, не припаяны, не приварены. Вот, включаем эту систему. Итак, все. Наша экспериментальная установка готова. Включаем, вот ее емкость, показана прямо на экране. Не осциллографа, не лупоскопа, не даже вольтметра. Вот чего-то там, 0,6, 0,7, все это дело измеряется в нано-пикофарадах. Вот, а теперь, а теперь мы посмотрим, ну, вместо автомобиля, я его компактно так смял, автомобиль, лаком покрасил, и давайте посмотрим, что произойдет. Ух ты! Лакокрасочное покрытие толщиной 0,33-34. Ха, хорошо! Но тут практически чистый металл с очень тонким лаковым слоем. А что же будет, если мы на этот лакокрасочный металл положим, ну, давайте сперва тонкий слой, вот, да, ну, не шоколада, тонкий слой эмали там, или еще чего-нибудь. Давайте вот, тонкий слой эмали и посмотрим. Чиселка вот такое, с тонким слоем эмали, это 0,13 чего-то там. Неважно. Все ведь измеряется относительно. А теперь, под эту эмаль, мы, как грубые жулики, взяли и поместили шпаклевки. Вот такой, тонкий слой шпаклевки, небольшой, совсем маленький, тонкий слой шпаклевки. Все. Кладем. Было 13, стало 11. Даже 10. Тонкий слой шпаклевки очень сильно повлиял на значение чисел. Ну, это же все гиря. Ну, как вы понимаете, что чем толще слой шпаклевки, тем сильнее эта обкладка удаляется. Вот, допустим, еще один грубый слой шпаклевки. И вот, что мы имеем, уже 9. Чем толще слой шпаклевки, тем меньше цифра. То есть, идеально окрашенный автомобиль должен выдавать нам максимально большое число. Ровное по всему его поверхностному слою окраски. Ну, а теперь, почему же здесь грохотала кастрюля? Ну, дело в том, что этим очень сложным, а точнее простым ясельным прибором, да, в котором нет осциллографов, нет генераторов, нет коммутаторов и корреляторов, можно измерять вот даже кривые поверхности, например, вот такую кривую поверхность, как кривая кастрюля. Давайте вот так вот сделаем. То есть, берем вот так вот ручкой, прикладываем и смотрим на значение чиселок. И елозим, 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 елозим. То есть, вот слой краски по кастрюле равномерен. И там, где цифра будет скакать, то есть, уменьшится очень сильно, мы, конечно же, убедимся в том, так как штучка гибкая, она может и изнутри, и снаружи, вот, в общем, как угодно ее можно прилеплять, она гнется хорошо. Вот, снутри у нас тоже десяточка, вот поехали, там, десяточка, двенадцать, все нормально. Эмали на этой кастрюле хорошо. А теперь давайте сравним, мои хорошие, мои дети и мои взрослые умные родители. Вот, когда идут люди на базар покупать какой-то товар, типа кастрюли или ведра с гайками, ну, которая машиной называется, и хотят там померить вот эту вот толщину краски. Они тащат с собой аккумуляторы, генераторы, трансформаторы. К этим трансформаторам еще парочка приборов, еще осциллограф. Мне кажется, что выглядит это очень глупо, совсем как моя запонка на брюках. Вот, глупо, не глупее того, что можно покупать специальный прибор, которым вот здесь вот тыкая, можно получить толщину лакокрасочного покрытия. Для ремонтников, да, это пожалуйста. А для того, чтобы кому-то вот просто сходить на рынок и посмотреть, обманывают его или не обманывают, сделать вот такую залепуху, как делают в нашей ясельной группе нашего детского сада, я думаю, вы сами сможете. И просто вот так вот гладя по поверхности и прогуливаясь вот таким приборчиком, можно не с таким большим, можно чуток поменьше, лишь бы он емкости умел мерить, вы можете добиться желаемого результата. По-моему, простой способ. Не знаю, описан он где-нибудь или не описан. Я его, наверное, сам описал. Или описал. Ну, это вы уже мне сами в комментариях скажете, что я сделал. А на этом все, ребятки. Пока ясельная группа закрывается. Спокойной ночи.